МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Полякова и мои помощники Боря и Миша. Мы отправляемся в самодельное путешествие и приглашаем вас с собой. Мам, а как делать такие красивые свечки? Давайте попробуем с вами сегодня украсить обыкновенные свечи в технике мозаика. Наше путешествие сегодня будет в Италию. Ты знаешь, я долго думала над тем, как же это получается. Один раз я видела, как мастер украшала кольцо в технике мозаики, только она делала это при помощи пластики. А мы сегодня украсим парафиновые свечи восковым пластилином. Какие будем украшать? Вот такие цветные или беленькие? Какие хочется? Цветные. Цветные. Так, выбирайте себе каждый по свечке. И синюю. Синюю, хорошо. Тебе зеленую. И синюю. И синюю. Парафин, да? И еще один. Так, хорошо. А я буду украшать вот такую обыкновенную хозяйственную белую свечу, и она станет красивой и необычной. Работать мы будем с восковым пластилином. И я хотела бы обратить внимание, что для этой работы именно восковой пластилин подходит, а простой нет. Давайте сделаем с вами простой опыт. Так, Мишень, Борь, держите каждую вот такой подложечки. Вот это фитиль. Положи, пожалуйста, свечку. Возьми фитиль. Так, Борь, тебе дам вот такой кусочек пластилина. Это восковой пластилин. Пожалуйста, заверни, пожалуйста, вот так фитиль. Мишень, а тебе дам простой пластилин. Рыженький. Держи. Заверни, пожалуйста, фитиль. Так, чтобы хвостик торчал. Вот, отлично. Практически свечка получилась, да? Миш, сделай, пожалуйста, заверни фитиль. Он может это катать? Да. Вот так? Да. Оберни, пожалуйста, фитиль пластилином. Практически, практически. Хорошо. Получилось? Угу. Так, отлично. Вот у нас получилось практически две свечки. Это из обыкновенного пластилина, а это из воскового. Сейчас мы попробуем зажечь эти свечи и посмотрим, как они горят. Нормально. Это пока горит сам фитиль. Мы сейчас увидим, что восковой пластилин будет потихонечку плавиться, а простой пластилин будет гореть по-другому. Нам вот сейчас видно, что свечка, которую мы слепили из воскового пластилина, она хоть и не очень чистая, но горит. Свечка из простого пластилина, ну, в данном случае нам попался, видимо, хороший производитель, она потихонечку горит, а пластилин низкого качества, он воспламеняется сам. И, в общем-то, это опасно. Поэтому для работы, для того, чтобы оформить свечку, мы будем использовать восковый пластилин, а еще лучше было бы использовать настоящий воск в пластинках, но такой материал, к сожалению, можно купить не всегда. Это пока еще редкость. Именно поэтому мы используем простой и доступный материал, который сейчас продается в любом магазине. Это пластилин из воска. Восковый пластилин. Так, вот у каждого будет пластилин. Выбирайте цвет, которым будете украшать. Я? Можно зеленый? Возьмите кусочки двух цветов. Я бы взяла, например, белый и желтый, да, белый и зеленый. Или желтый и зеленый. Синий и синий. Это будет очень темно. Давай еще беленькую возьмем. Мы будем украшать свечи в технике мозаика. Давайте сейчас возьмем маленький кусочек пластилина и скатаем из него не очень большую колбаску. Получилось? Вот такой не толстый нет он. Хорошо. Теперь давайте оторвем кусочек беленького пластилина и то, что у нас получилось, вот эту колбаску, обернем белым пластилином. Как пирожок, посмотри. Спасибо, как тетя. Теперь сверху можно обернуть еще одним слоем. Пусть он будет, например, синенький, а потом еще сделаем белый. Видишь, получается? А это будет другой? У тебя нет, у тебя один. Так, и сверху теперь беленьким заворачивай. Так, ну вот мне, например, достаточно. Я сделала три слоя. Теперь посмотрите, для чего мы это делаем. Я беру ножик. Единственное, что я попробую ножом, но удобно лезвием, который из ножа вынута. Правда, с маленькими детьми это будет не очень удобно. Ну, хорошо, да? Попробуем так. Вот посмотрите, что я сделала. Я ножом острым отрезала кусочек вот этого цилиндра. И на срезе получился вот такой кружок. А если я сделаю несколько таких кружков, я могу их слепить друг с другом. И получится... У меня хорошо получилось. Хорошо получилось. Если ты считаешь, что готово, давай попробуем разрезать. Давай. Смотри, как режем. Пальчики убрали и вот так сверху вниз надавливаем. Да. Просто надавить. Пластилин достаточно мягкий. И он... И его можно будет аккуратно разделить. Виш, надо на тарелочке, пожалуйста. Я сам. Сам. Боря, давай пальчики убираем. Лишнее убираем. Смотрите, что у меня получилось. Хорошо. Борь, так, пальцы убрали и сверху вниз аккуратно. Твой ножик. Твой ножик. По этому же принципу делаем еще другие колбаски. Не обязательно, чтобы они были ровные, круглые. Можно, например, внутрь закатать треугольничек или какую-то неправильную фигурку. Обернуть ее другим слоем, другим слоем. Главное, чтобы цвета красиво сочетались. Мозаика. В переводе с латыни произведение, посвященное музам. Техника мозаики подразумевает создание изображения посредством компоновки мелких разноцветных камней, кусочков стекла и других материалов. В Древнем Риме мозаика была очень популярна. Ей выкладывались полы и стены домов. Римская мозаика делалась из маленьких кубиков очень плотного стекла, которое называется смальта. Также использовали гальку и мелкие камни. Украшайте повседневные предметы и наслаждайтесь. Вот теперь смотрите. Борь, у тебя получились, смотри, какие завитушки. Вот тут украшения. Да. Теперь берем свечку. И вот эти завитки можно на свечку налепить. Близко друг к другу. И получится украшение. Можно я их сделала не совсем круглые? Можно, Миша, в любой форме. Посмотри, вот у меня получилась. Так можно залепить всю свечу. А можно из вот этих разноцветных кусочков выложить какой-то узор. Может быть, из вот таких расплющенных кружков можно выложить крылья бабочки. Смотрите, что я придумала. Отлично. Одну раскатываю колбаску и сделаю так узор для вершин. Смотрите, как цепочка. Да. Ну, это, в общем, такой военный почет. Что ты еще будешь добавлять? Это военный почет. Понятно. Военная свечка. Слушай, я не думаю, что военная, но получилась очень интересная, дизайнерская. Еще сделаем, Борь. Цветочек с тобой сделаем. Какую свечку дальше будем упрошивать? Пашу. Простую, давай. Так, давай эту свечку украсим цветочками, да? На тебе, смотри, какой там. Пожалуйста, можно ли это будет такие красненькие? Да, красный, да, с белым. Красная колбаска такая. Красная колбаска? Ну, не красная. Червяки красные? Не-е. А что там будет? Это легко будет, конечно. Смотри. Смотри, а можно и весь полотенцем? Сделай весь пустенцем. Интересно. Ну, давай залепи всю свечку. Миша, у тебя уже готово? Почти. Ну, отлично. Вот голова. Мам, смотри, что у меня получилось. Отлично получилось. Длинная кузеница и свечка. Отлично. Давай сделаем какого-нибудь другого, а то у нас что-то какие-то одни синие. Сделаешь какую-нибудь, оранжевую или белую? Да, оранжевую. Оранжевую, да. Смотри, ты здорово придумал. Придавливай, да, вот разровняй пластилин по всей свечке. Будет красиво. Вот давай это было такое пластилин. Стой. Давай. Когда заведется на все свечки. А давай я придумал. Да, здорово. Давай беленьким еще уберем. Пусть красиво. Давай. Просто тогда будет почучее отделяться. Борюк, ты мне поможешь сделать? Еще одну сочку украсить. Вот смотри, мы сейчас можем составить, вставить цветочек. Из вот таких кусочков. Давай. Если хочешь, конечно, с нами. Хочешь? А ты не хочешь? Да я это по-твоему, ладно? Смотри. Хочешь цветовый? Приклеивай цветочек. Хочу. Наклеить цветочек. Вот. Так. А еще один наклеишь? Это бабочка. Это цветочек. Не похоже. Это пиво зажжется, потому что это мама. Угу. Хорошо. Мишка, потоньше сделай. Борюк, ну. Борюк, приклеивай. Смотрите, у меня две гусенички. Ты знаешь, по-моему, это не гусеничка, а очень красивый орнамент. Хорошая свечка. Положи ее тоже к остальнюю. Я не могу свечку. Так. Борюк, давай еще цветочек приклеим. Так. Молодость. Хорошая. Хорошая. Смотри. А на сегодня хорошее. Так. Ну, хватит на сегодня. Да. Ну вот. Совсем немного усилий. Из-за обыкновенных ровных хозяйственных свечей у нас получились свечи дизаерские. Понравилось работать в такой технике, ребята? Да, очень. Я думаю, что мы немножко отвлеклись. Боря работал не совсем в мозаичной технике, но тоже получилось интересно. Я думаю, наше путешествие в Италию удалось. Дорогие телезрители, если у вас остались вопросы, мы ждем их на сайте телеканала. А пока мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok